Вице-премьер Российской Федерации Нам с вами, нашим студентам, сотрудникам и преподавателям университета, как сегодня развивается та отрасль, которую он курирует. А сегодня у нас в гостях представители очень известной компании. Я представлю их. Это старшего генерального менеджера Департамента правительственных и внешних связей корпорации «Митсубиси Электрик», профессор господин Уэямура и генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления и института экономической стратегии, ран профессора господина Агеева Александр Иванович. Они со своими коллегами, партнерами у нас обычно, традиционно у нас основной спикер, прежде чем рассказывает о заявленной теме, рассказывает и о себе, рассказывает, как он к этой жизни пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ Присяду на ваше место рядом с вами и с удовольствием тоже буду слушателем вашей прекрасной лекции. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Ильшат Аркатович. Коллеги, я рад анонсировать то событие, которое сейчас произойдет. Дело в том, что у него есть свой особый жанр, и этот жанр называется информация из первоисточника, потому что в гостях сегодня здесь, в Казанском федеральном университете, старейшим, мощнейшим. Мы находимся в отпечатлении, несомненном, и от истории, от имен тех, которые здесь были, и, конечно же, не зная имен всех, кто здесь присутствует, но те, которые составят славу российской мировой науке будущие десятилетия. Мы сегодня будем говорить о тематике «Общество 5.0». Казанский федеральный университет движется в направлении к университету 4.0, а вот «Общество 5.0» должно появиться как результат всех перемен. Появление университета 4.0, появление индустрии 4.0 и так далее. И с этим докладом выступит человек, я бы сказал, человек удивительного обаяния, шарма и стиля. Человек, который провел много десятилетий в одной из ведущих мировых корпораций «Митсубиси Электрик». Более семи лет господин Нарицугу Уэмура возглавлял представительство компании в Российской Федерации и ответственен за многие успехи, которые здесь достигнуты на самых разнообразных рынках. От всем хорошо известных кондиционеров до менее известных экранов, которые используются в частности и в российской атомной промышленности для обеспечения процессов управления и много других разных интересных вещей, которыми занимается компания в России и еще больше тем, чем она занимается у себя в Японии. Это спутники, это роботы, это искусственный интеллект, это вся система инженерии, лифты, промышленная электроника, промышленный интернет, беспилотный транспорт и так далее. Это все, чем занимается компания. И так получилось, что именно Япония в лице и компании «Митсубиси Электрик», других компаний, ассоциации деловых кругов «Кайден Рен», Министерства внешней торговли и промышленности стали инициатором разработки концепции 5.0. Эту концепцию господин Уймура вручил президенту Российской Федерации буквально два года назад лично в руки и является ее большим сторонником, приверженцем и просветителем. Я должен сказать, что господин Уймура не только промышленник, но является почетным профессором Международного научно-исследовательского института проблем управления. Кроме того, должен, опять же, сообщить, что в прошлом году он признан Человеком Года в Российской Федерации за вклад в разработку именно концепции общества номер 5. И буквально одно предваряющее соображение. Дело в том, что мы с вами сейчас присутствуем в уникальный исторический момент, когда меняется тип грамотности. Было время, когда знания передавались из уст в уста, устным образом, потом Гуденберг и Федоров изобрели печатную машину, и мы стали с вами все письменно грамотными. Но многие другие виды грамотности потихоньку исчезли. И вот сейчас, когда появились гаджеты, когда мы с ранних лет еще не умею читать, осваиваем эти все гаджеты, сидим в Ютубе где угодно, Инстаграмы свои сочиняем в ранние годы, на самом деле меняется сам способ нашего восприятия реальности. И, конечно же, мы станем другими, особенно те, которых в аудитории большинство. И сейчас, когда профессор Уэмура будет рассказывать о японском подходе к формированию общества 5.0, просто помните, что это первоисточник, и помните, что у нас есть возможность задать любые вопросы, которые у нас возникнут. Прошу профессора Уэмура, прошу занять трибуну. Трибуну. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Noritsugu Уэмура. Let me introduce myself briefly. I was born in 1957, then you can easily count my age at this moment. And I joined Mitsubishi Electric in 1980, и до сих пор я работаю на эту компанию. Это означает, что около 39 лет я работаю на эту компанию. И пока я работал на них, я работал практически полностью 30 лет в Чикагском университете, и потом 5,5 лет в Кюседе в Германии. И с октября 2007 до октября 2015 я работал в Москве. Работал на российском рынке. Сейчас я работаю в России. И из этого опыта я пришел, успел поработать и дошел до своего поста правительственных внешних связей. И мне очень приятно быть здесь. И то, что этот зал является особым местом для университета, это императорский дворец. И это большая честь для меня проводить свою презентацию здесь, для вас. И давайте я начну со своей презентации. Я хочу объяснить вам глобальные тренды в диджитализации и как это все проходит в Японии. И сегодняшнее содержание моего выступления будет таким. Технологические основы, инициативы по цифровой экономике, вклад Mitsubishi Electric в общество 5.0. И я потихонечку все это буду объяснять. И первая часть моей речи – это технологическая информация о прошлом этого вопроса. Это так называемое CPS, или кибер- и физическое пространство. Это сбор данных датчиками и приборами из физического пространства. Эти данные посылаются затем в накопление больших данных, в искусственный интеллект, и затем в физическое пространство. Это цикл означает, это кибер- и физическое пространство означает, что это цифровая экономика. И цифровая экономика – это сейчас глобальный тренд. И сейчас мы видим сейчас в Германии 4.0. Это в основном производственные территории. И также США – это консорциум интернета, который сфокусирован на облачных технологиях. И сейчас это Китай, которые пытаются усилить производственный сектор, цифрованием его, тоже приближаясь к технологиям 4.0. Как это в Японии? В Японии мы разработали свои собственные стратегии. И это общество 5.0, оно основывается на концепции, на основе высокотехнологичной интеграции киберпространства. И оно должно быть сформировано новое видение. И давайте я объясню, почему мы называем его 5.0. Оно начиналось с общества 1.0, которое было обществом охотников. Затем это аграрное общество, затем индустриальное. И сейчас информационное общество – это общество 4.0, где есть компьютер, интернет, и также система облака. И общество 5.0 – это за пределами 4.0. Это здесь. И в этот момент облачная система основана на большом количестве данных. Мы можем выводить все источники из облака. Зачем мы все это можем загрузить из облака? Но также общество 5.0 и его облака очень интеллектуальны. И здесь хорошо представлен анализ и искусственный интеллект. И на этом слайде мы видим, как работает эта система кибер- и физического пространства. Затем я хочу поговорить о интегрированных отраслях. В нижнем уровне мы с вами видим переходный период, когда была использована энергия воды и пара. Затем это электрическая энергия и двигатель, а затем электрические информационные технологии. И практически приблизились к обществу 4.0, где технологические прорывы, включая робототехнику, искусственный интеллект. И в большинстве этих передовых технологий, используемых здесь, это интернет вещей и также искусственный интеллект. Используя все это, мы можем использовать данные, такие как исследования. И используя это все, будет все интегрировано в одной системе. Сейчас мы видим вещи, вещи, человек, системы, компании, компании, люди, люди, поставщики, заказчики. Все будет связано. Это означает, что мы можем получать данные благодаря этой связи. И эти данные, это новые источники информации, в дополнение к тому, что мы уже имеем природные ископаемые, например. Все эти интегрированные отрасли, мы можем использовать данные для будущего развития. Таким образом, в Японии мы называем эти отрасли интегрированными отраслями. Создавая таким образом интегрированные отрасли в обществе, наше общество 5.0, мы переходим на следующий уровень, на суперинтеллектуальное общество 5.0. И далее это концептуальные изменения при переходе от общества 4.0 к обществу 5.0. Это разнообразие, дезинцентрализация, стрессоустойчивость. Все это новые концепции того, как меняется общество от общества 4.0. и также в обществе 5.0. И также в обществе 5.0 здесь мы можем видеть эффект цифронизации. Мы видим, что здесь появляется сила воображения и креативность разных людей. Таким образом, мы решаем проблемы и создаем новые ценности. Это концепция общества 5.0. А также флаг в экономических ростах и решении социальных проблем. Здесь даже есть рост спроса на электроэнергию, потребности в пищевых ресурсах и так далее. Экономический прогресс требует этого продвижения. и также решение социальных проблем. Это снижение парниковых выбросов в атмосферу, увеличение производства при меньших затратах ресурсов и так далее. И нам нужен баланс этого всего. Каким образом? Нашим продвижением вперед в экономике. И чтобы у нас был баланс продвижения вперед, это цель нашего общества 5.0. И для того, чтобы достичь общества 5.0, нам нужно преодолеть так называемые пять стен, которые указаны на слайде. Стена Министерства ведомств. И когда я показал этот слайд людям в России, да, они согласились. У нас такие же проблемы. В Японии у нас такая проблема существовала всегда. Сцена законодательной системы. Законодательная система не следует цифровизации, например, искусственный интеллект. Возможно, в ближайшем будущем. Автоматические средства передвижения с искусственным интеллектом заменят водителя, человека. И искусственный интеллект будет судьей. И если машина во что-то врежется, в какой-то объект, и машина повредится, таким образом машина повредится, но человек будет защищен. Но законодательной системы для осуждения искусственного интеллекта у нас нет. Стена технологий, стена человеческих ресурсов. Вы знаете, сегодня я узнал в Казанском федеральном университете, что очень важным аспектом обучения, образования здесь являются технологии продвинутые. Но IT-специалистов или работников с данными всегда не хватает. И также стена принятия обществом. Цифровизация. Данные сейчас свободно используются, но нужно сохранять нашу безопасность. Некоторые не хотят раскрывать свои данные, но в случае цифровизации люди должны понять, каковы преимущества цифровизации и также какова может быть защита этих данных. Поэтому мы должны установить правильную защиту в путь цифровизации. это общество, которое создает новую стоимость, ее концепт, концептуальная структура общества 5.0. Существует три слоя. Первый слой – это общая базисная функция. Это интеллектуальная собственность, стратегия для международных стандартов. Этот слой создается властями, правительством. Следующий слой – это второй слой – это так называемая база данных. На базе данных вы можете увидеть много разных технологий и вещей. эти два слоя не конкурируют между собой. Мы все являемся игроками на рынке и должны создавать эти совместные слои вместе очень быстро. Так называемый конкурентный слой – это тот, который составляет конкуренцию уже базовым слоям. Это те компании, которые занимаются своими собственными бизнесом на определенном уровне. В Японии общество 5.0 определяется разным видом деятельности. Например, система гостеприимства, интегрированная система общественного ухода, медицинские системы управления риска стихийных бедствий, интеллектуальная транспортная система и многие другие. главная идея – это все 11 разных сфер деятельности, они все соединены, они все связаны друг между другом, все связаны с базой данных. Это все происходит из общества 4.0, потому что все эти новые связи происходят и дают как результат общество, которое создает новую ценность. Далее общество 5.0 можете представить таким образом. Здесь у нас 11 разных видов общественной деятельности и каждый вид деятельности отвечает целям устойчивого развития. Вы знаете цели устойчивого развития, 17 разных аспектов для лучшего будущего и общество 5.0 это один из способов достичь этих целей, если мы опираемся на концепт нашего общества 5.0. И отсюда я хотел бы сказать о том, насколько много и что именно Mitsubishi Electrics внесло в создание общества 5.0. Первое это новые виды бизнеса и услуг. Mitsubishi играет главную роль для создания этих слоев, которые я представил ранее, и также создание новых ценностей на основе интернета вещей. И все наши продукты связаны интернетом вещей здесь, как вы видите. И все данные собираются сенсорами и потом собираются в облаке для быстрого анализа здесь и быстрого ответа на возможные проблемы. И также они потом проходят в систему для дальнейшего более глубокого анализа. то есть Mitsubishi Electrics способна решить проблему и улучшить решения на уже существующие проблемы. Вот здесь мы видим уникальный способ цифровизации в Японии. Мы сконцентрированы именно на этой точке, это уровень IT-систем. в нижний уровень у нас вносит гораздо более важное изменение в уровень IT-систем. В США, потому что мы знаем, где находятся сильные производители. И они нацелены сильные производители на то, чтобы доминировать в области уровней IT-систем. но в Японии мы думаем, что нам уже поздно конкурировать на рынке в этой сфере, поэтому мы на пограничном уровне, на уровне конструирования сконцентрированы гораздо больше. Наши компьютеры, которые разрабатываются на пограничном уровне, способны проанализировать данные и собрать дальнейшие данные для более глубокого анализа и решения проблем. так что время ответа на проблему сокращается до минимума. Данные возвращаются обратно в физическое пространство и также загружаются в уровень IT-систем в облако для дальнейшего анализа. Если мы отправляем все данные в облако, система облака будет загружена и время ответа увеличится. Но если мы устанавливаем этот пограничный компьютер, мы оптимизируем этот процесс анализа время и время ответа. Следующее это автономное вождение, технология автономного вождения, позиционирование спутников. Мы также участвуем в этом проекте. Позиционирование спутников это ключевая технология для автономного вождения и в каждой стране есть собственный спутник, спутниковая система в России это GLONASS, в Китае это Bajdu, в России в Японии это QZSS, это квазиспутник. В Японии у него прозвали Мичибики. И именно этот спутник производит Mitsubishi Electric. система выглядит примерно так. Автономное вождение, точность сигнала моделирования позволяет вести автоматическое измерение полосы на рекомендуемое. Спутники засекают сигнал, сенсоры обнаруживают другие транспортные средства и препятствия также они воспринимают окружающую остановку. В Японии существуют отдельные точки, которые считывают сенсоры. То есть машина, когда она едет, сама распознает до сантиметра местоположения. Минимальная ошибка и максимальная ошибка это 5 сантиметров. Так что машина сама распознает свое местоположение с помощью сенсора. Автономная очень много камер и сенсоров находятся на автомобиле, которые вращаются, которые засекают местоположение, засекают объекты. Но это в принципе все. но в случае поломки этих камер сама машина может распознать свое положение с помощью дополнительных сенсоров. дополнительные данные. здесь более детально указано автономном вождении. Я не буду вдаваться в подробности в такие. Здесь у нас представлено оборудование, которое находится в машине. и из-за того, что настолько уникально разработанная система, японская система может вести автомобиль по дороге очень безопасно без какого-то контроля со стороны человека. даже если идет снег или на улице туман, что делает распознавание очень сложным. Например, в России в зимнее время центральную линию полосу на дороге не видно. Но если запущена автономная система, сенсоры и камеры, даже если они не будут видеть четко окружение, они будут следить за тем, ровно и насколько эффективно машина едет по дороге. Без распознавания линий на дорогах, если не смотреть на разметку на дороге, машина может сойти с дороги. Но если мы располагаем сенсоры и распознавательную систему по краям дороги, машина может передвигаться очень ровно. Мы провели тест в Японии, в Хоккайдо, в северной части. У нас очень много снега там выпадает всегда, и даже на скоростном шоссе 80 км в час наши автомобили даже без сенсора и без сигнала, который располагал местоположение автомобиль распознавал транспортные средства впереди себя и лавировал между ними и потом вернулся к нам, несмотря на то, что мы его потеряли. И в этот момент мы можем посмотреть на 3D картографирование. Нам нужны очень точные даты для картографии, и Mitsubishi Electric делает это очень хорошо. Сейчас у нас здесь нет этой картинки, но это как пучок камер и детекторов, и машина просто проскакивает по дороге, машина распознает все это, трансформирует полученные даты в 3D пространстве цифровые данные. Из этого 3D пространства можно создать 3D картографирование и добавление к точным сантиметрам расстояний. Если машина распознает это 3D картографирование, вождение может быть безопасным здесь. Также здесь есть визуальные сенсоры, которые могут распознавать объекты, даже если человек таким образом находится, и если предмет по-другому находится, и даже если они стоят рядом друг с другом, тем не менее распознавание оказывается очень точным. И наша компания также имеет европейских партнеров, они у них есть, и автономное вождение имеют коллаборацию с такими картами, как здесь, такие, как компании из Германии и в Японии. И не только наша компания, но вместе с другими партнерами мы пытаемся получить более автономную систему вождения. что касается следующего поколения, ключевыми здесь будут это компания нового поколения, между которыми есть очень хорошая связь, и также здесь у нас обмен данными внутри и за пределами компаний способствует созданию инновационных продуктов. Уже были созданы многие технологии и такие платформы, как H-Cross и Field System это главные платформы в Японии в производственном секторе. Сейчас они не связаны. конечно они должны быть связаны, но это очень сложно, потому что это под уровень сообщества 5.0. Пока мы не можем в этом продвинуться, но в естественных условиях в Японии эти две платформы являются главными и мы пытаемся их связать. такая связь между данными также используется в сфере сельского хозяйства, так и автономная сельскохозяйственная техника, такие как обмен данными между дистрибьюторами и продавцами, а также сельхозпроизводителями, которые позволят значительно оптимизировать цепочку поставок. сельскохозяйственной сельскохозяйственной системы для быстрых фидуальных систем. Здесь компьютеры связаны на уровне edge-level, и оно дает дольше понимание того, что происходит. Происходит более глубокий анализ через компьютеризированные системы. Также компактное пространство это ключевое понятие, встроенный искусственный интеллект и в оборудование NEOCRA. Также нам нужен быстрый ответ из этих автоматизированных систем, поэтому в случае если мы вставляем искусственный интеллект в уровень edge-level, пограничный уровень, тогда мы не можем проникнуть в облачное пространство, но нам нужно более компактное пространство, и наша компания создала такую вещь, как платформа MySat. Также это можно применить в так умном сельском хозяйстве. Дроны могут собирать данные о сфере сельского хозяйства, о том, как поливать, наладить ирригацию, как орошать удобрениями и многое другое. И интернет вещей также может использовать в этой сфере, также централизованное управление сельскохозяйственной деятельности и максимизировать сбор урожая. Здесь консолидация земельных угодий для масштабного возделывания земель. Это привлекает людей в сельскохозяйственный сектор, который может потом стать конкурентом на всемирном рынке. И система позиционирования компании Mitsubishi также могут быть использоваться для дрон-контроля. И здесь у нас карта так называемого умного сообщества. это начинается с системы управления оттимизацией энергопотребления дома HEMS. Дотем переходим в SEMS, это центр управления. Энергия также может перейти от привычного топлива к новым видам к управлению контроля и получении энергии. Можно использовать не только электричество, но использовать другие батареи для производства энергии. Также все это можно встроить в умное сообщество. в городе Фуджисава рядом с Йокогамой проходит испытание этого нового города. Все эти платформы сейчас используются на крышах, где они собирают через солнечную энергию и производят энергию. И также излишнее электричество может дальше быть использовано. Оно может быть продано другим компаниям. И такой процесс интенсивно контролируется из центра по всей этой площадке. И японское правительство сейчас обращается к таким созданиям такого рода примеров. Также наша компания собирается строить такие нулевой энергии пространства. Это экспериментальный комплекс. Это концепция проектирования и строительство зданий, которые генерируют всю необходимую первичную энергию. это пример нашего заказчика. Мы уже начали использовать систему ZEB на домашнем рынке. они попросили нас установить систему ZEB в их пространстве. И также мы используем диджитализацию в умном строительстве для получения 3D-данных на протяжении всего процесса строительства, включая съемку, измерение, проектирование, инспектирование, техническое обслуживание и обновление. Все это будет способствовать развитию строительства и параллельного проектирования. Цепочка ведет к автоматизации. мы также можем воспользоваться этой цепровизацией даже в сфере строительства. И в этом смысле наша компания может использовать сбор данных и может произвести картографирование, которая будет самодостаточной системой. Эти мобильные системы могут распознавать все, что их окружает. они все это могут обнаружить. Здесь мне хотелось бы обратиться к примеру о том, как Mitsubishi влияет и работает с цифровизацией в России и в частности с российскими железными дорогами. Наша E-Factory электронное производство создана для того, чтобы использовать интернет вещей в работе с вагонами и с деталями. В результате нашей работы более трех тысяч вагонов в год были отремонтированы без потери данных. Как здесь. и также последний слайд. И для воплощения нашего проекта общества 5.0 у нас прошел форум InnoProm в 2017 году. Нашей компанией был собственный корнер для выставки. И Владимир Владимирович Путин тоже посещал нашу выставку, ознакомился с концепцией общества 5.0. И для того, чтобы развить общество 5.0 нам нужно развить инновационную экосистему. Это университеты, агентства, все стартапы должны определиться, чтобы объединить необходимые элементы для создания общества 5.0. Потребность в инновационной системе, включающей различных игроков, которые будут находить новые решения, тоже возрастает. В Японии этот процесс начинает развиваться, но практически все руководители компаний, таких как, например, Mitsubishi, они все согласны, что инновационная экосистема очень важна. Так что не только на уровне правительства, но и на уровне других уровнях мы должны помнить об инновационной экосистеме. Это все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ